Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. И, как всегда, мы следим за всеми событиями, которые происходят в городском округе Люберца и вокруг него. И, конечно же, внимательно следим за теми трендами, которые имеют место быть в последнее время. Один из них – это, конечно же, активное долголетие, губернаторская программа в Подмосковье. Об этом и не только об этом мы поговорим сегодня с Дарьей Кирпиченковой, художественным руководителем Люберецкого дворца культуры. Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте! Я предлагаю разделить наш разговор на две части. То есть поговорим, собственно говоря, о самом дворце культуры и, в частности, поговорим о том, скажем, фрагменте или той части работы, которая касается именно активного долголетия. Но прежде всего, вы художественный руководитель. Да. Это как понять? Как режиссер вы отвечаете за все, что происходит в стенах дворца культуры? Ну, у нас немножко разные подразделения с режиссером в Люберецком дворце культуры. Мы учреждения культурно-досугового типа. У нас есть директор, есть художественный руководитель, который отвечает непосредственно за все культурные начала, которые есть в учреждении и его структурных подразделениях. То есть за творческую часть. За всю творческую часть. А директор за деньги? Ну, финансы, да. Финансы, бухгалтерии и так далее. Да, всё верно. И что входит сегодня в Люберецкий дворец культуры? Какие структурные подразделения? Да, да, да. Такое название прям нетворческое. Структурное подразделение, как в армии. Ну, вот так вот у нас по уставу. В армии по уставу и у нас по уставу. В Люберецкий дворец культуры входит, получается, пять структурных подразделений вместе с дворцом культуры. Это структурное подразделение культурный центр Дома офицеров. Кстати, новое здание начало функционировать только в прошлом году после масштабной реконструкции. Всё в порядке, всё, розетки, всё работают. Всё работает, ремонт отличный, всё хорошо. Потом это культурно-просветительский центр на той стороне. Это, кстати, единственное культурное учреждение, которое несёт за собой досуг для всего населения той стороны северной. Вот. Это центр культуры и отдыха. Шоссейная 8, это 115-й квартал. И это наш такой маленький брат, культурный центр «Самолёт». Кстати, в микрорайоне «Самолёт» новый. Это улица Дружба, 7-дробь-1. Понятно. И как вы успеваете за всем этим хозяйством следить? Ну, у каждого структурного подразделения есть свой заведующий, который непосредственно несёт ответственность за всё здание. Ну и свои, я так понимаю, планы, какие-то мероприятия проходят, что-то проходит одновременно. А где-то, наверное, вы все вместе собираетесь. Все заведующие, наверное, приезжают на какие-то совещания, как планёрки. Каждый вторник. Каждый вторник. Каждый вторник. Ну и вот на этих совещаниях, и вот даже по своей работе, вы ощущаете, что люди сейчас интересуются вообще культурной жизнью? То есть стараются куда-то ходить? Тем более, что, вот видите, даже в новом жилищном комплексе тоже открывается, так сказать, частичком братка, как говорите, младшая. Почему есть такая необходимость у людей? То есть не хлебом единым, как говорится. Ну, вообще, у нас специфика очень сложная, потому что мы находимся рядом с Москвой. Если люди куда-то хотят выехать, естественно, они досуг ищут в Москве. Но там-то подороже досуг. Ну, конечно. Вот у нас 7 марта, вот, не будем далеко ходить, был сольный концерт Александра Чайки. Он, кстати, был не раз в этой студии. Вот, вы знаете, был аншлаг. Ну, вот видите. Был аншлаг, люди идут, люди хотят, людям интересно. К тому же это всегда близко к дому, всегда можно прийти с ребенком, всегда к нам уже приходят как к себе домой. Поэтому я думаю, что у нас все-таки перспективы хорошие. А вот скажите, во Дворце культуры есть зал, вот на сколько он мест? И как вообще регулируется, скажем так, вот концертная деятельность? Не в плане там директорской составляющей, а именно, что вы планируете? Сейчас вот мы сделаем концерт, там песня, потом, например, у нас детки выступят, потом у нас будет программа, посвященная какому-то празднику. Это же тоже как плановое мероприятие. Сколько человек может вместиться? Вместимость, у нас, во-первых, два зала в Люберецком Дворце культуры. Это большой зал на 700 мест вместе с балконом. И это малый зал для таких малых форм, более камерных. Что тоже, кстати, популярно. Популярно. Мы там проводим киносеансы. Кстати, ко всем тематическим календарным праздникам у нас проходят мероприятия. Вот о чем мы спросили. Поэтому мы изначально за год вперед знаем, каким календарным праздником у нас будут организованы концерты, выставки, какие-то вечера поэтические или вокальные, неважно. То есть это что-то типа абонемента такого, как раньше было. То есть люди могли приобретать абонемент на весь месяц, либо, например, смотрят за вашими предложениями. Если им понравилось, то могут стать постоянными участниками того или иного творческого эссе, скажем так. А вот большой зал, вот вы говорите, что 700 человек можем собрать полностью на какое-то мероприятие. Да. То есть это только концерт, но все-таки людей известных, либо в городском округе Люберцы, либо, скажем, в конце концов, есть большой спортивный зал, такая конкурирующая фирма с точки зрения концерта. Ну, это да. Но камерные концерты известных артистов, вы проводите что-то подобное? Да, мы проводим. Которых можно привезти из Москвы, например. Конечно, у нас активная концертная деятельность развернута в нашем большом зале. У нас выступают звезды такой величины, как Сумишевский, Брянцев, вот они, кстати, недавно были, Слава, певица, Пьеха. Вот, у нас проводится и концертная деятельность, но также вот календарным праздником тоже собирает полный зал людей. Хорошо. Ну, а теперь поговорим о творческой составляющей. Это, как говорится, люди приезжие. А что происходит, вот как это раньше называлось, в художественной самодеятельности? У вас что-то присутствует? Конечно, у нас очень много, в каждом структурном подразделении очень много коллективов художественной самодеятельности. У нас также есть коллективы, которые носят звание образцовой и народной. Это высшая степень похвал в Московской области, поэтому с этим у нас тоже никаких проблем нет. А какие коллективы? Это театр какой-то, хор? Нет, это образцовый коллектив, хореографический ансамбль «Карусель», детки. Это народный коллектив, хореографический ансамбль «Россия». Это народный коллектив, хореографический ансамбль современного эстрадного танца, шоу, балет, флэш. И также у нас есть вокал, да, это... То есть их уже три хореографических коллектива, которые уже могут соревноваться в одном только Дворце культуры городского круга Люберцы. Легко и непринужденно. То есть, получается, у нас танцуют и поют. А вот как с драматической составляющей? С театром вы имеете в виду? Да. Народу хочется театра. Народу хочется театра, народ получит театр. У нас в каждом структурном подразделении функционирует театральная студия. А где эти спектакли потом показываются? Спектакли проводятся непосредственно в структурных подразделениях. Плюс также на сцене Люберецкого Дворца культуры вы можете увидеть оперету, вы можете увидеть вокальные постановки театральные. То есть это вот тех самых коллективов, которые поющие у нас, да? Да. Правильно? Поющие и играющие. И что, и костюмы какие-то, декорации? Да, и костюмы, и декорации. Ну и возникает сразу вопрос, то есть на какие средства все это содержится? И самый важный, наверное, момент, вот если человек, услышав, о чем мы, кстати, еще будем во второй части говорить, да, уже об активном долголетии, захочет поучаствовать в данном случае, ну, например, ребенка привезти своего, да? Там же разный есть возрастной ценз для того или иного кружка или коллектива. Вот надо что-то платить, то есть финансовый вопрос, насколько остро стоит? С точки зрения вашей, как обеспечить, да, теми же декорациями, и с точки зрения оплаты родителями или самими участниками чего-то? Ну, функционирует у нас наше клубное формирование на основе бюджетных средств, естественно, и вне бюджетных средств, которые мы сумели заработать сами, мы покупаем на эти деньги декорации, пускаем на развитие учреждения, развитие этого клубного формирования, покупаем костюмы. В принципе, все это функционирует и функционирует давно, то есть не надо придумывать велосипед заново, все уже давно придуманная схема. А спонсоры у вас есть? Помогает вам кто-то? Я имею в виду меценаты, вернее, точнее так будет сказано. Ну, это очень громко сказано, у нас есть спонсоры на каждое мероприятие, мы пытаемся привлечь спонсоров, вот даже на Масленицу у нас было производство, кстати, которое производит здесь чипсы и сухарики собственного производства без добавления каких-либо примесей. То есть они блины, наверное, делали, да? Понятно. Приблизительно так. Ну, скажем так, да, потому что все-таки не рекламная программа. Дарья, еще один такой вопрос. Насколько сегодня вот запросы вот у родителей, которые приводят детей? Ведь люди, которые понимают, что у ребенка нужно какое-то вот это художественное развитие. Мы, например, знаем очень часто, наверняка тоже во второй части поговорим, что есть такие, знаете, хоровые коллективы, где людям далеко за 40 лет с удовольствием встречаются, поют, причем даже если они куда-то переезжают, все равно находят себе хор. Ну, традиции такие. А вот когда маленький ребенок, когда еще надо посмотреть, его в хореографический отдать, либо в театральную студию, либо, я знаю, там, где пишут, рисуют художники, вот вы что-то предлагаете, какая-то компания идет, и как часто к вам обращаются родители? Родители обращаются к нам на протяжении всего творческого сезона. У нас творческий сезон идет с сентября, по май обычно, либо по июнь. Учебный год. Да, учебный год. Ребенка отдали в школу, ищут ему какое-то клубное формирование, кружок, студия, естественно, приходят к нам. Еще поближе дома, чтобы было. Ну, конечно, да. Вот, да, у нас в каждом учреждении есть и вокал, и хореография, и изобразительное искусство. Мы пытаемся подо всех подстроиться, поэтому у нас есть ресепшн с администратором, администратор предлагает наши услуги, что подходит, идут, можно попробовать. В два клубного формирования, в три, в четыре, смотря как расписание забито у ребенка. То есть такой точечный подход к каждому клиенту. Стараемся. Понятно. И приходят, и приводят еще кого-то. Приводят. Ну, и вот, делая такой мостик, следующая часть нашей программы, которая будет посвящена губернаторской программе «Активное долголетие Подмосковья», вот до того, как эта программа появилась, скажите, кто больше приходил? Какой возраст все-таки? Дети. Дети. Это дети и подростки. В большинстве. Ну, подростки, они, наверное, уже сами приходили, или все-таки родители? Нет, нет, сами приходили, сами ищут себе занятия по душе. Но вы же понимаете, что подросток, он такой человек, что он подавать что-нибудь экстраординарное, и многие считают, что дворец культуры, это уже какой-то там 20-й век. Ну, мы стараемся идти в ногу со временем. Брендинг у нас, кстати, разработан. Брендинг? Да, да, и у нас есть творческая студия «Мы». Детки интересуются журналистикой. Мы решили попробовать, создали такой у нас Facebook. Свой. Ну, сейчас мода на Facebook, на YouTube, на TikTok, поэтому мы постарались, и педагог открыл творческую студию «Мы». Это студия, в которой дети в ногу со временем могут снимать программы на YouTube, выкладывать какие-то свои социальные ролики в Instagram и тому подобное. Они обрабатывают все эти видео, они записывают такие же интервью, ходят на все наши концерты, записывают какие-то видеосъемки. То есть у вас даже своя фактически пресс-служба появилась таким образом, да? Да, малая форма, но да. Понятно. Ну, я так понимаю, что впереди еще поиск чего-то нового, и не только для подростковых, скажем так, образований, как вы говорите, но и для людей среднего и пожилого уже возраста, потому что вот та самая программа об активном долголетии, она уже работает, и наверняка у вас стоят грандиозные планы. Вот о них мы поговорим буквально через некоторое время. У нас в студии Дарья Кирпиченкова, художественный руководитель Люберецкого дворца культуры. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а в гостях у нас сегодня художественный руководитель Люберецкого дворца культуры Дарья Кирпиченкова, с которым мы продолжаем наш разговор. И если в первой части мы обсудили как бы глобально всю работу на сегодняшний день дворца, то сейчас давайте поговорим об этой самой программе «Активное долголетие Подмосковью». Вы когда о ней узнали и как-то о вас предупреждали, или она как гром среди ясного неба прозвучала? Она сначала нам долго говорили, рассказывали, что вот оно, наверное, скоро настигнет, но мы, естественно... Ну, настигнет, тогда и будем решать проблемы. Как все русские. Ну и, собственно, как гром среди ясного неба. Эта программа... Завтра. Завтра. Надо завтра. Да, но мы, в принципе, работаем, не боимся. Ну, да, вы же работаете давно, там просто надо по-другому немножечко подойти. И главное тут, наверное, не в том смысле, что... Ну, это моё такое предположение, как бы дворец-то есть, всё работает, другое дело, как об этом людям рассказать, да, как привлечь их внимание, сказать, что приходите. Да, это касается спортивных всевозможных сооружений, там, бассейны, дворцы спорт, да, в самых разных уголках Московской области. Но уж дворец культуры или культурные учреждения, да, то есть это кружки, секции, в конце концов, клубы по интересам. И вот как вы начали воплощать эту программу в жизнь? Как мы начали воплощать? В принципе, очень много и до этого приходило людей взрослого возраста, которые интересуются вокалом или декоративно-прикладным творчеством, или ЛФК. В принципе, оно всегда было, просто мы на него не делали такого большого акцента. А сейчас оно есть, оно с нами, поэтому мы пытаемся работать вместе с ним. Ну а народ-то идёт? Народ идёт. Они знают о том, что вот в Берецком дворце культуры есть возможность людям определённого возраста раскрыться по-новому, может, приобрести какое-то новое творческое направление, может быть, кто-то никогда не пел, захотел, пришёл попить. Тут же очень важно донести, и я так понимаю, что самое главное в этой программе, чтобы дать людям возможность выразить себя, в данном случае с помощью творчества. Вы как, расклеивали какие-то объявления, обзванивали, писали на сайте, потому что некоторые, даже пенсионеры, уже легко, так сказать, с интернетом дружат. Да, так как эта программа сейчас очень модная, востребована, естественно, мы пытаемся ей соответствовать. У нас есть клубные формирования, именно нацеленные на активное долголетие. Естественно, мы размещаем рекламу на нашем сайте. Естественно, это Инстаграм. Естественно, это афиши. И, как я уже сказала, администраторы, которые сидят у нас на ресепшене, как только приходит к ним посетитель, который интересуется активным долголетием, естественно, они дают рекламу наших клубных формирований. А вот скажите, те люди, которые находятся на ресепшене, всё-таки одно дело, когда молодёжь приходит, да, детишки с родителями, это одна история, подростковая, другая история. А вот когда приходят люди, знаете, ну, кто-то что-то не услышал, с каким-то, может быть, нервным напряжением, хотя они понимают прекрасно, что они не в магазин идут и не в аптеку, но тем не менее. Тут же нужен особый подход. Вы как-то вот тех людей, которые на ресепшене работают, как-то их готовили, проводили с ними какие-то там, не знаю, занятия, беседы? Да, мы перед каждым творческим сезоном, перед каждой новой студией собираем совещание, рассказываем подробно об этой студии, о руководителе, что если вдруг у человека, который пришёл с нервным напряжением, а кто руководитель, вот я хочу именно вот заслуженного работника культуры. Да, ну, надо народного артиста, дайте мне СССР. Да, вы знаете, у нас, мы пытаемся, пытаемся контактировать с любым из категорий граждан, пытаемся говорить с любым посетителем, я думаю, что у нас это получается, потому что люди прибавляются. Добавляются, спокойно, умиротворённо, объясняя и разъясняя каждую позицию. Но мне кажется, что тут ещё очень важно выявить лидера, потому что если вы являешься лидера в любой команде, там, молодых ребят или детей, то и вот среди людей уже пенсионного возраста, да, зрелых, мудрых, как мы говорим, найти лидера, они очень сами быстро объединяются. То есть если им понравится, да, то, что вот хороший хор, или хорошая театральная студия, или изо-студия, они сами приведут кого хочешь. Мне так кажется. Бывает же такое? Бывает такое. Вот у нас буквально на прошлой неделе пришла женщина, пришла в праздник 8 марта. Ей вот именно сегодня нужно было научиться петь. Вот именно 8 марта. И все встретили её радостно? Конечно. Мы, естественно, объяснили ей, что сегодня праздник, международный праздник, сегодня не работает наша вокальная студия. На что она сказала, когда следующее занятие? Вот я приду, вот если мне не понравится, всё, пиши пропало. Эта женщина пришла на этой неделе. Ей понравилось. Ей понравилось. И сегодня она мне звонит и говорит, Дарья, внучка, мне так всё понравилось, поэтому я приду и ещё трёх подруг к собой приведу. Я говорю, конечно, Галина Дмитриевна, приходите, мы вождём. А хорошо, это же как-то добавилось в расписание, да? Вам пришлось от чего-то, может быть, отказаться, где-то подвинуть занятия, кого-то перенести. И я так понимаю, что вы работаете 7 дней в неделю из-за всех программ. Вот как вот это удалось структурировать, эту работу? Чаще всего людям пожилого возраста удобнее либо в утренние часы, либо это дневные часы. Обычно все детские наши клубные формирования работают после 4-х, после школы, после детского сада, поэтому никакой проблемы не было вписать в расписание именно программу «Активное долголетие». Ну вот, так вот как-то работает. Да, но ведь это нагрузка на сотрудников дворца культуры. Я так понимаю, что в зарплате-то, наверное, к ним ничего не прибавилось? Ну, директор никогда не обижает своих сотрудников. То есть работа и в этом направлении тоже ведется. Я говорю абсолютно серьезно, почему? Потому что если действительно будет приходить 3, приводить еще с собой 3, это замечательно, это хорошо, и это говорит о работе, прежде всего, вашего трудового коллектива, но его тоже нужно не забывать, он тоже... Стимулирует. Да, может быть, надо будет брать каких-то новых мастеров, которые будут работать, руководителей тех или иных коллективов, потому что один же человек не сможет с самого раннего утра до позднего вечера, потому что, наверное, у вас и вечерние там есть какие-то занятия для тех же подростков. Вот в этом направлении, может быть, какие-то предложения вы готовы сделать для вышестоящего руководства? Есть такое? Ну, вот у нас с сентября месяца, с октября функционировала студия общей физической подготовки на шоссейной 8 в ЦКО и в Доме офицеров. Мы понимали, что очень хотят ходить также на ЛФК. И жители Красной Горки, жители северной стороны. Просто мы взяли сейчас с марта нового педагога, который открывает сейчас там студию, также общей физической подготовки ЛФК, и набирает новые группы уже в КПЦ. И народ идет? И народ идет, да, записывается. Хорошо. А вот на уровне руководства Московской области, руководства культуры, да, проходят какие-то совещания, какие-то к вам приходят предложения. Вы подсматриваете у кого-то из коллег, как у них устроена эта работа, потому что дело-то общее. Как-то эта работа происходит или все отдали вам на откуп, что называется? Нет, не отдали на откуп. Нас поддерживает, нас поддерживает социальная защита, нас поддерживает организационное управление, администрации. В принципе, нам всю информацию дают, нам помогают, поэтому никаких таких глобальных проблем нет. А что насчет подсмотреть? Подсматриваем. И все лучше в дело. Да, стараемся сделать какие-то... Вот сейчас мы разрабатывали бренд-бук как раз для учреждения культуры нашего. Это что такое для наших телезрителей? Поясните, не все знают, что это такое. Для наших телезрителей, поясняю, мы хотим сделать в едином стиле для информационного пространства какие-то интересные афиши, какие-то интересные буклетики, которые смогли бы вы открыть и понять любую информацию, которую вас интересует найти в этом буклете, в одном стиле, в одной стилистике. А вот что-то сейчас, насколько мне известно, популярное, ну, назовем это компьютерными курсами, да, интернет-курсы и так далее для людей зрелого возраста. Что-то такое у вас есть? Именно в Люберецком дворце культуры нет, но я знаю, что такие курсы есть в библиотеках, тоже в учреждениях культуры, но только другого типа библиотечного. То есть правильно я понимаю, что если говорить вообще о городском округе Люберца, то как-то распределена эта работа по всем культурным точкам, да, городского округа? Ну да. Потому что к вам кто-то пойдет петь, а кому-то нужно научиться пользоваться интернетом, а кто-то хочет и научиться пользоваться интернетом и пойти на ЛФК. Да, все именно так. У нас, если брать Люберецкий дворец культуры, то у нас есть ЛФК, у нас есть хоровые ансамбли, у нас есть просто вокальные ансамбли. В принципе, вот так вот работаем, думаем о клубном формировании декоративно-прикладного творчества и хореографии, но это только вот сейчас пока что в планах. Тем более, что мы знаем, полон интернет всевозможными видеозаписями, что человеку свойственно танцевать в любом возрасте, да, все зависит от его желания. У нас не так остается много времени, давайте еще вот о чем поговорим. Впереди у нас 75 лет победы, впереди уже, несмотря на все нехорошие вирусы, которые летают в воздухе, мы будем надеяться, что как только окончательно тепло придет, эта проблема уйдет. Так или иначе, весна, лето, вот что у вас готовится в ближайшее время? Тем более, что это связано и с активным долголетием, и с подрастающим поколением, и вот с таким огромным главным праздником. Ну вот сейчас у нас прошли 8 марта, 23 февраля Масленицы, и вот как раз с середины марта до начала мая у нас будет подготовительная акция к 9 мая. К тому же этот год 75-летие, нужно что-то масштабное, люди ждут, люди хотят зрелищ. Мы готовы, в принципе, рассмотреть всевозможные акции, всевозможные какие-то концерты к этому мероприятию. Мы встречались уже с активными гражданами городского округа Люберцы. Это Совет ветеранов городка, это Союз женщин Подмосковья, это Дети войны организация. Вот мы разговаривали, что они хотят, они готовы найти ветеранов сейчас, которые остались, которые готовы рассказать нашим детям и подросткам, что это такое, как это было, о чем не стоит никогда забывать, что стоит привносить в жизнь, чтобы этого никогда не было. Я так понимаю, что форматы будут разные, и до конца, буквально до самого начала праздничных событий вы все еще будете расписывать, что-то добавлять, что-то менять, переставлять и так далее. Вам остается пожелать только удачи, потому что как бы там что ни говорили, и как бы нас не радовали, все равно мы понимаем прекрасно, что очень часто культура зависит от работников, от того творческого коллектива, который, я так понимаю, у вас хороший, настроен на работу. У нас отличный коллектив. Спасибо вам большое. Дарья Кирпиченкова, художественный руководитель Люберецкого дворца культуры. Ну и самое последнее, вот просто вы можете опять же обратиться к нашим телезрителям и рассказать, куда можно привезти ребенка, куда можно обратиться людям по программе активного долголетия Подмосковью, какие-то, может быть, адреса, координаты, чтобы люди могли легко попасть к вам. Конечно, самореклама – это очень хорошо. На правах художественный руководитель Люберецкого дворца культуры мы приглашаем вас в Люберецкий дворец культуры и наше структурное подразделение. Приходите к нам, у нас вы найдете любые занятия вам по душе. Обратиться вы можете ко мне по рабочему телефону 8495-554-0020. Я проконсультирую вас по любому вопросу, который возникал у вас. И в интернете, да, есть страничка у вас? Конечно, Люберецкий дворец культуры в поисковике, в гугле, в яндексе, неважно где. Люберецкий дворец культуры. Там, в принципе, вся информация, вся актуальная. То есть вся информация, куда прийти, как работаете, адрес и все, что необходимо. Все верно. Спасибо большое. Дарья Кирпиченкова, художественный руководитель Люберецкого дворца культуры. Это был Николай Пивненко. Программа «Открытый диалог». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин